Они приехали из Индии в Гомель получать профессию, а получили вторую родину. Интерны из Индии готовы своим трудом отблагодарить белорусов за качественное образование. Наша страна подарила индийцам много открытий и удивила не только качеством образования, но и традиционной чистотой улиц и отзывчивостью людей. О будущих врачах из Индии Варгизи Саги, Четрасина Сури, Джая Чандран, Сириджасу Нил Гая-3 в программе «Новые белорусы. Прямо сейчас». Варгиз Сури и Сунил приехали из Индии в Гомель с одной целью – получить высшее медицинское образование. Самый сложный этап уже позади, и сейчас они проходят интернатуру в Жлобинской центральной районной больнице. Гостеприимная Беларусь сразу стала для молодых медиков родной, а врачи-наставники – надежной опорой. Врачи здесь очень помогают нам. Они очень дружелюбны, и они очень помогают нам в работу. Сейчас я приходил на кардиолог, и они очень мне помогали учиться кардиограмм, как читаете там, как острые патологи идут, и кронические патологи. Они очень хорошо преподавали нам. У меня это первое рабочее место, и у меня очень важное место. И мне нужно будет стать очень хорошим врачом. И тогда это место мне очень важно. 2016 год стал годом знакомства для трех студентов из Индии. Гомельский государственный медицинский университет стал сознательным выбором, а в одну группу они попали по национальному признаку. Каждый из них мечтал стать врачом с детства. Но в Индии – это достаточно дорогое удовольствие, и мечта могла таки остаться мечтой. Образование в Индии имеет многовековую историю, уходящую корнями в глубину веков. Согласно индуизмам, человек не может исполнить своего предназначения в жизни, если не прошел обязательно путь ученичества. Но объем получаемых знаний напрямую зависел от касты человека. Сегодня в стране идет активная борьба с отголосками кастовой системы. Школьное образование является обязательным для всех граждан. Я мечтал стать врачом. И после школы я найден, в какой стране лучше и хорошее образование, качество образования. То, что я посмотрел, и найдет мой друг, который учили тут, на Беларуси. Он сказал, он посоветовал меня на Гомельский медицинский университет. Я попал тут, я учил, я просто приехал тут учиться и вернулась домой. И потом я передумал, я остался в Беларуси, я оформил вид начательства, и сам я найду работу, место, где проходят интернатуру, и потом работа тоже. Тогда я остался тут, потому что тут люди, они дружелюбные. И они, мне странно, тоже немножко спокойнее, тихо. Сейчас я, конечно, хочу застаться на Беларуси. И хоть все трое из индийского штата Керала познакомились, они в стенах Гомельского вуза. Именно город над Сожем объединил будущих врачей крепкой дружбой и помог принять решение остаться в Беларуси. Сейчас в Жлобинской районной больнице они готовятся стать врачами скорой медицинской помощи. Я выбрал скорой медицинской помощи, потому что там разные заболевания, все будут экстремны. Они нужны помочь сразу. Я сейчас в кардиологии отделения. Мне очень нравится здесь. Здесь врачи очень хорошие. Меня очень люблю. И они мне преподавали, как делать электрокардиограмму, как нужно проверять песен, как нужно поставить правильный диагноз. Полученные знания молодые врачи закрепляют на практике. Работа в бригаде скорой помощи – сложный, но неоценимый опыт. Голова болит. Голова болит. Голова болит. Когда у меня были. Годки не были. Покажите меня. Когда болит. Сегодня. С утра. Головокрушение. Тошнит. Тошнит. Головокрушение. Пациенты к молодым врачам из Индии относятся со стопроцентным доверием. Важную роль играет улыбка. Белорусские коллеги признаются, что индийцы всегда отзывчивы и доброжелательны. Как вы себя чувствуете? Ну хорошо. Вот приношли. Спасибо всем. Будете здоровы. Спасибо. Ребята признаются, что выбор Гомельского университета и Жловинской больницы стал большой удачей. В Индии им бы пришлось подтверждать белорусский диплом, а получить дополнительное образование не было бы возможности. Там студенты медицинских вузов учатся четыре года на врача и один год проходят интернатуру. А в Беларуси после прохождения интернатуры у них еще будет возможность поступить на ординатуру и стать специалистами высокого класса. У меня есть маленькая семья, там которые есть и папа, мама и маленькая сестра. Папа занимается чем бизнес, он бизнесмен. И мама – это маха сайга. И сестра учится на школе, она маленькая. Сейчас она идет на седьмой класс. Когда родители усняли, усняли, я буду решить, остается на Беларуси, они согласились. Потому что они думали, будет и тут больше возможностей. На родине у каждого из них остались родители. Свои семьи молодые люди пока не создали, да и на примете пока никого нет. Они всецело отдаются учебе и работе. Понимая, что их родные, возлакают на них большие надежды. Сурия, например, не единственный врач в семье. Она продолжает профессиональную династию. У меня очень маленькая семья. Папа, мама и брат. Я, мой папа, инспектор здравоохранения. И мама офисер. И брат, врач общая практика. Я выбрала эту профессию, потому что я мечтала это в школе. И я очень люблю. И я хочу помогать людям. И я думаю, как здоровые люди, здоровые не все. На вопрос, почему она решила делать здоровый не индийский, а белорусский народ, отвечает не раздумывая. Потому что я учили в Беларуси. И меня, мой преподаватель в Беларуси, и я могу помогать белорусским людям. И в Индии мой брат буду помогает. Потому что он хочет оставить в Индии, я хочу оставить в Беларуси. В столице белорусских металлургов уроженцы Индии занимаются своим любимым делом. Они восхищаются не только работой, о которой мечтали. В Беларуси мне очень нравится, что это очень чисто. В Индии не так. Штат Керала, из которого они приехали, живописное место. Но невзирая на это, они выбрали нашу страну. Штат Керала расположен на крайнем юге индийского субконтинента. Между Аравийским морем на западе и западными кхатами на востоке. Можно выделить три основных географических региона. В возвышенности внутренних восточных районов, холмистая местность центральных и плоская прибрежная равнина на западе. Дикие горные регионы покрыты лесами, тогда как более освоенные занимают кофейные и чайные плантации. Равнины почти полностью заняты сельскохозяйственными угодьями. Тропический рай, протянувшийся вдоль юго-восточного побережья Индии, на полтысячи километров. По уровню благоустройства, социального развития и образованности населения, это ведущий штат страны. В Аргисурия и Сунил признаются, у них на родине всегда тепло и много праздников, но Беларусь согревает душу своим гостеприимством. Проблем с оформлением документов не возникло. Все прошло легко, как и решение сменить место жительства. Мы учили под пять годов на Беларуси, и потом, с шестого года, оформляли вид наше столице и полечили вид наше столице. Живя в нашей стране уже седьмой год, они не забывают свои традиции, но с каждым днем становятся все больше белорусами. Нравится не только белорусская доброжелательность, по душе пришлась и наша еда, хотя разница между национальными кухнями просто космическая. На тему национальной кухни Индии можно говорить часами. Местная кухня настолько многогранна и разнообразна, что за один визит в Индию едва ли удастся попробовать хотя бы десятую часть национальных блюд. Только на первый взгляд может показаться, что индийские блюда одинаковые на вкус, просто острые. Есть и широкий выбор угощений без специй, изысканных десертов и напитков. В прошлом в индийскую кухню привнесли различные рецепты монголы и мусульмане. Кроме этого, на особенности национальных блюд индийской кухни повлияли религиозные взгляды жителей. Более 80% местного населения исповедует индуизм, который исключает любое насилие. Суть религии заключается в том, что любое живое существо является духовным, содержащим божественную частицу. Именно поэтому большинство людей в Индии – вегетарианцы, но при этом индийские национальные блюда имеют насыщенный яркий вкус. Они острые и маслянистые. Да, очень большая разница, потому что у нас будут острые, острые блюда, тут не острые. И тут используем много картошки, у нас не используем много картошки. И мясо тоже разница. Здесь люди ездят свиньи, у нас мусульмане, они не ездят свиньи. Меня все можно, я католик. Наши блюда особенные, но у нас очень любят наши блюда. Но сейчас мы готовим белорусские блюда, которые гряники, супы, картошка, котлеты. Нам нравится это готовить и кушать. Девушки привезли с собой сари. Это повседневная одежда в Индии. Но в Беларуси привычки пришлось поменять. Погода и сари несовместимы. Признаться, одеть сари не так-то просто, особенно если ты торопишься на работу. А уж врачам скорой медицинской помощи и вовсе не стоит экспериментировать, даже если погода позволяет. Поэтому Сурия и Сунил лишь иногда прохладными зимними вечерами вносят индийский колорит в свою белорусскую жизнь. В белорусском жлобине их греет даже снег, ведь именно наша страна для них стала родной. В нашем городе нет снега. Я первый раз видел в Беларуси. И мне очень нравится жлобин. Мне здесь все нравится. Я счастлив в Беларуси, потому что я занимаюсь тут любимыми делами и с друзьями. Редактор субтитров А.Семкин